Положили вещи, взяли провизию и грузим в автобус. Автобус отвезет их прямо до границы с Луганской областью. Пять дней в пути. С собой везут снаряжение и продукты питания. В автобусе уже сидят по группам. Разведчики, штурмовой отряд и обеспечение тыла. Кого-то провожают, у кого-то родственники не знают, куда едет глава семьи. До сегодняшнего дня они работали водителями, строителями, массажистами. Многие прошли в свое время через Афганистан и Чечню. Но есть и те, за плечами у кого только служба в армии. Афганистан. 83-84, да. Вот из Барнаула группа аж 200 человек, говорят, уехала. А из Томска? Барнаул поможет, там столько бойцов выставить. Мы сколько можем, кто смог. Типа поехали, кто неравнодушен к судьбе. А как надолго едете? До этого тоже никто не знает. Вы едете, вы будете там получать деньги или нет за это? Даже тоже не знаю. Чего мы будем там получать, не будем. Ну, факт, не в деньгах. Там же воюют люди и без денег. И по телевидению показывали. Ну, например, и так. Но если будет там какая-то оплата или что-то такое, это будет неплохо. Обидно за наших, то, что какая-то г***я позволяет себе убивать детей, позволяет убивать беременных женщин. Ну, мы не можем на это смотреть. У нас едет сегодня 30 человек, 31. А, ну, собственно говоря, в конце сентября примерно эта группа уже и сформировалась, да? Да, мы занимались, мы тренировались, мы готовились. И, поверьте, мы подготовились очень хорошо. Мы не едем туда заработать. Мы едем туда, чтобы прекратить все это. Это беспредел вот этот ихний. Со всех фактически сибирских регионов наши ребята туда поехали. У нас, я не скрываю, что очень много ребят уехало туда поодиночке. И находятся там, уже некоторые возвращаются. Поэтому у нас было принято решение централизованно отправить группу. Есть командир, есть заместители. Группа возраста от 23 до 50 лет. Поэтому мы будем знать, кого мы отправили. Мы будем держать связь постоянно с ними. Были у нас ребята, что теперь скрывать, которые приходили, якобы, сколько там заработной платы, когда заходила речь о выплате каких-то денежных средств. Короче, мы с такими сразу же упрощались. Их провожает православный священник, раздает иконки. С напутственными словами выступают офицеры. Происходящее кажется нереальным. Ведь официально россияне на чужой войне в чужой стране не воюют. А вот про добровольцев говорят в открытую. Но чтобы была такая организованная отправка, за кадром провожающие обещают, кто дождаться, а кто позже догнать томскую группу. Возможно, следующий отряд добровольцев из Томска уедет на Украину. Уже после Нового года.